Сегодня я хотел бы поделиться с вами словом, размышлением, соображениями. Я думаю, что это будет касаться оснований христианства. Но сразу бы хотел спросить вопрос. Можете поднять руку, можете нет, можете просто сами для себя ответить на этот вопрос. Кто считает себя праведником? Все праведники? Не торопимся. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. Хорошо. Такой вопрос. Если бы сегодня, сейчас, прямо сейчас бы Господь забрал бы вас на небо, попали бы мы в спасение. Попали бы. Замечательно. Но откуда такая уверенность? Откуда такая уверенность? У нас есть уверенность, что сейчас, такой, какой я есть, такой, какой я есть, если придет конец моему существованию здесь на земле, то я буду с Господом. То я буду с Господом. Ну, откуда такая уверенность? И эту уверенность от веры. От веры. не потому, что я уверен в то, что я совершаю. Это не уверенность в мои собственные дела. Это не уверенность в мои собственные достижения. Это не уверенность в мои собственные поступки. Но это уверенность, это вера в любовь Божью. И в благодать спасения. К Ефесянам, 2 глава, 8-9. Ибо благодатью вы спасены. Благодатью вы спасены. Ключевое слово, через веру. Через веру. Сие не от нас. Сие не от нас. Дар Божий. Не от дел. Не от дел. Чтобы никто не хвалился. Кто может сказать, что он заслужил спасение? Кто может сказать, что он заработал спасение? Что он добился спасения? Никто не может сказать. Но интересная штука вера. Задумывались ли вы об этом? Наверняка задумывались. И сегодня хотелось бы поразмышлять именно об этом. Это такая способность, можно сказать. Это качество. Это умение, можно сказать. И она не физического происхождения. Она не физического происхождения. Но она конкретно влияет на физический мир. Ее как таковую не видно. Можете ли вы увидеть веру друг к другу? Ее как таковую не видно. Но она может расти. Она может угасать. Она может быть сильной. Она может быть слабой. Интересное значение выдает простой словарь. Что такое определение веры? Люди понимают слово вера вот так вот. Убежденность. Глубокая уверенность. В чем-то или ком-то. Но, как всегда, Писание дает нам более глубокое описание веры. Глубокое определение веры. В разных местах Писания в вере дается немножко как бы другое описание. Например, в Галатах, в пятой главе, написано, что это плод Духа. В Евреям 11 вы все знаете, что это уверенность в невидимом. Что это осуществление ожидаемого. В 1 Коринфянам 12 написано, что это проявление Духа. Это что-то, сори, это что-то очень глубокое. Это что-то очень многогранное. Это не что-то однозначное. И так вот задуматься, что вера, можно так сказать, определяет жизнь каждого человека. Неважно, верующий человек, неверующий. Ну, простой пример. Кто-то верит в медицину, кто-то нет. И от того, во что человек верит, так он и будет действовать. Кто-то верит в правительство, кто-то не верит правительству. Кто-то верит в Бога, кто-то не верит в Бога. И вера человека, она будет направлять человека. То есть, во что человек верит, так он и будет жить. На чем основится вера? Как она строится? Мы рассмотрим чуть позже. Но обратите внимание, что от веры человека зависит вся его жизнь. Вся жизнь человека зависит от того, во что человек верит. Мы все прекрасно знаем, что вера является основанием христианства. Без веры невозможно быть христианином. Невозможно. Но вера, она, могу так сказать, чрезвычайно индивидуальна. Основы веры у нас у всех одни. Мы все верим в Господа Иисуса Христа, который родился от Девы Марии, который был распят, который воскрес в третий день. Основы у нас все одинаковые. Можно сказать, у нас вера вся одинакова. Но можно точно так же сказать, что у всех вера немножко отличается. Так же, как человеки, люди, все одинаковы. Голова, тело, руки, ноги. Но идентичных людей нет. Даже двойняшки и те не идентичны. И точно так же, как не идентичны наши тела и наша вера, разница, если заглянуть в глубину и в детали. Можно увидеть, что вера у каждого, она чрезвычайно индивидуальна. Мы можем это видеть на примерах в Новом Завете. Вы все знаете эти примеры. Я хочу только коснуться нескольких. Помните женщину, которая болела, написано, кровотечением, 12 лет. Матфей, пятая глава. Марк, пятая глава. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, говоря, если хотя бы к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. Все прекрасно понимаете, да, во что она верила. Смотрите, люди, которые разобрали крышу дома, чтобы спустить больного к Иисусу. Их вера подтолкнула их на этот поступок. Смотрите, какая вера была у Марии, матери отца. До того, как Он начал Своё служение, у Ниё была вера, что Он может решить проблему с вином на свадьбе. Посмотрите на сотника, который пришёл к Иисусу и попросил у Него исцеления Своего слуги. Матфей, восьмая глава. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я недостоин, чтобы Ты вошёл под кровь Мой. Но скажи только слово и выздоровеет слугам. И чуть позже написано, услышав сие Иисус, удивился и сказал идущим за Ним. Истинно говорю вам, и в Израиле не нашёл я такой веры. Все эти люди приходили к Иисусу и каждый со своей верой в Его способность, в Его силу. И каждый получал именно по своей вере. И у всех вера отличалась. Кто-то верил, что нужно было прямое прикосновение Иисуса к Его телу. Кто-то верил, что нужно просто к одежде прикоснуться. А кто-то верил, что просто нужно Иисусу что-то сказать, чтобы исцеление произошло там, далеко. И у них у всех была вера. Как вы думаете, откуда у них была вера? Я думаю, что если исключить из этого списка Марию, Мать Иисуса, то у них у всех была вера, потому что они услышали об Иисусе. Они услышали, что совершал, какие великие дела совершал Иисус. Потому что вера, как пишет апостол, от слышания. И такое слышание о том, что совершает Иисус, может привести человека к Иисусу, к Богу. Но это вера в Слово человека, которая может привести к Богу. Как говорится о женщине, которая болела 12 лет. О ней конкретно написано, услышав об Иисусе, и она пришла к Нему и получала исцеление по своей вере. Я думаю, что из Писания можно сделать вывод, что ко Христу приходили в основном, чтобы что-то получить. Потому что у них была какая-то проблема. чтобы Иисус что-то для них сделал. К сожалению, обычно люди не ищут Бога, когда у них все хорошо. Но это не упрек. Я думаю, потому что Господь с радостью принимает тех, кто к Нему приходит с проблемой. и всегда желает помочь. Почему? Почему? Но прежде всего, потому что Он хочет, чтобы вера в Слово человеческое, которое привела человека к Богу, она переросла в другую веру, которая от слышания Слова Божьего. А не просто вера от слышания Слова человека. Я не думаю, что мы найдем где-то в Писании место, где кто-то приходит к Иисусу и просит Его помощи, и Он говорит, нет, я тебе помогать не буду. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Именно такая вера, которая от слышания Слова Божьего, она поведет за Богом. Потому что это будет вера, основанная на личном опыте, а не просто по наслышке о Боге. Интересно, если вы помните момент своей жизни, когда в вас зародилась эта вера, личная вера, этот момент, можно сказать, чудом. Это как совершенное чудо. Точно так же, как рождение младенца. Я думаю, что для каждой матери это чудо. Потому что еще девять месяцев назад этого человека не было. Он просто был как несколько микроскопических клеток. А теперь это новый человек. Я думаю, что точно так же рождение веры это определенное чудо, которое не должно произойти для того, чтобы оно произошло. Нужно, чтобы человек услышал Слово Божье. Еще раз прочитаю стату. Римлян 10, 17. Итак, вера отслышания отслышания от Слова Божьего. Если вы когда-нибудь заглядывали в греческий перевод этой цитаты, этого места, вы бы удивились, почему так странно перевели на русский язык. И на английский, кстати, тоже. Потому что если взять на греческом, то написано так. Итак, вера отслышания, а слышание от Слова Христа. Там стоит Слово Христос. Что такое Христос? Помазанник. То есть Слово, которое должно быть сказано, которое рождает веру. Это Слово должно быть помазано Духом Христа. Именно такое Слово рождает веру. Рождает человека как новое существо. и именно такая вера она уникальна. Она уникальна. Про нее мы читаем, именно про такую веру. Именно такая вера делает человека праведником. праведником. Именно такая вера делает человека праведником. Римлянам 4 глава. Цитат Небо. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу. И это вменилось ему в праведность. Именно о такой вере. Именно о такой вере здесь говорится. Поверил Авраам Богу и это вменилось ему в праведность. Интересно, что не написано, что Авраам поверил Богу и сделался праведником. Он вдруг не перестал быть абсолютно безгрешным человеком. Но взгляд Божий на него изменился. Бог вменил ему его веру в праведность. То есть Бог увидел его веру и назвал его праведником. Не написано также, что Авраам вышел из ура халдейского и Бог вменил ему это в праведность. Также не написано, что Авраам принес сына своего на жертвенник и Бог вменил ему это в праведность. Но написано поверил Авраам Богу и это вменилось ему в праведность. До того, как он все это сделал. До того, как он что-то сделал, Бог вменил ему веру в праведность. это уникальная вещь, вера. А некоторые скажут, а что бы, что было бы, если бы Авраам поверил, но не вышел из ура халдейского и не принес своего сына на жертвенник. вменил бы тогда Бог ему веру в праведность, я думаю, что он просто бы не увидел в нем веру, потому что именно вера толкнула его на эти поступки. Если Авраам оправдался делами, это Римлян 4 глава, если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Никак не может человек похвалиться своими делами пред Богом. Даже Авраам. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, а по долгу. То есть, если я что-то делаю и жду воздаяния, то есть награду в зависимости от моих дел, я просто заслужил воздаяние, я подолгу заслужил воздаяние. Но здесь говорится о неделающем, но верующем втого, неделающим, а верующим втого, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Значит, не дела. Если бы Авраам пытался бы оправдаться своими делами пред Богом, у него бы это не получилось, если бы он искал приобрести награду на земле, он мог попробовать позаслужить ее по долгу, как написано, исполнив какие-то дела. Но, как видите, праведность Богом вменяется человеку не по делам, не по делам, которые человек пытается сделать, чтобы чего-то достичь, а пытается достичь, написано верой в того, верой в того, кто оправдывает. Итак, еще раз, верующему в того, кто оправдывает, нечестивого, вера его вменяется в праведность. Все, по-моему, очень просто. Все просто. Написано просто верующему. Просто. но непросто. Написано верующему. Так все, все в порядке. Я просто верую. Но не так просто. Осталось самое маленькое, но самое тяжелое, чтобы моя жизнь соответствовала моей вере. моя жизнь должна соответствовать моей вере. Для того, чтобы вера была живая, та самая вера, которая родилась чудесным образом от слышания Слова Божьего, она должна жить. Но для того, чтобы она была живая, у нее должны быть проявления. у нее должны быть какие-то проявления. Иаков, вторая глава. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Так, как это понимать? Дела или вера? Что нужно? Дела мне нужны или мне нужна вера? Написано, дела меня не спасают. Ибо благодатью вы спасены через веру. Сиение от вас, дар Божий не от дел, чтобы никто не хвалился. дела здесь ни при чем. С одной стороны. Потому что делами я спасение не заработаю. А с другой стороны, вера без дел мертва. Что важнее, вера или дела? отвечает на этот вопрос порядок причины и следствия. Порядок причин и следствия. Дела должны быть как следствия веры. не наоборот. Должны дела исходить от веры, а не вера в спасение от моих дел. Итак, дела от моей веры, а не вера в спасение от моих дел. Чем больше я делаю, тем больше у меня шансов на спасение. Нет. Нет. Спасение от веры. А родившись вера должна жить. И живая вера будет проявляться через дела. Именно вера будет проявляться через дела. Я хочу привести один из самых, наверное, экстремальных случаев спасения. Это один, наверное, из самых экстремальных. Это разбойник, висевший на кресте. Я думаю, что вы прекрасно помните это. Ему Иисус сказал. Лука 23 глава. Истинно говорю тебе. Ныне же будешь со Мною в раю. Иисус ему сказал. Вот сейчас твое тело останется здесь. И как только это сразу, так ты будешь со Мною в раю. Какие у этого разбойника были дела? он висел на кресте. Руки прибитые гвоздями. И ноги прибитые гвоздями. Какие у него на этом кресте были дела? Но у него родилась вера. У него в тот момент родилась вера. И все, что он успел сделать своей верой, это признать Господа Иисуса своим Спасителем. Своим собственным личным Спасителем. Он успел признать себя грешником и раскаяться. Давайте послушаем, что он сказал. Лука 23 глава. Это он говорит тому другому разбойнику, который висел рядом с ним и говорил очень плохо об Иисусе. Итак, если ты не боишься или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо. я грешник, он сказал другими словами. Потому что достойно и по делам нами приняли. Я грешник. Я достоин наказания, я достоин смерти. А он, Иисус, ничего худого не сделал. Он святой. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, Ты мой Господь. Ты мой личный Господь». Не знаю, он получил откровение о том, кто есть Иисус, но это и были его слова. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». То есть у него даже было понимание о том, что Иисус не умирает здесь и погребен. Но что Он идет в Царствие, которое принадлежит Ему. И Он Господин этого Царства. Его вера спасла Его. И спасение Он получил тут же. Но если вера родилась, произошел этот момент, чудесный момент рождения, но еще вся жизнь впереди. Вся жизнь еще впереди. Жизнь должна соответствовать вере для того, чтобы вера действительно была живой. То есть, если до рождения моя вера вела меня в одном направлении, после рождения новой веры, моя новая вера должна вести меня теперь в другом направлении. И если вера живая, то она будет приносить плоды. Точно так же, как все живое на этой земле. видели ли вы когда-нибудь живое дерево, которое не имеет плодов? Такое дерево не принесет ничего. Если на нем нет плодов, здесь что-то с этим деревом не так. Оно значит не живо. Оно отмирает. если вера действительно есть. И эта вера настоящая вера в живого Бога. Всемогущего Бога. Вездесущего Бога. Она будет проявляться в жизни этого человека. В природе невозможно такое, чтобы живое существо, дерево не приносило плодов. Не приносило плодов. Такого не бывает. То есть если плодов нет, что-то здесь не так. Яков пытается объяснить это соотношение между верой и делами. Джеймс пишет про Авраама и Яков в этом месте. И он говорит, видишь ли, что вера содействовала делам его, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Делами вера достигла совершенства. У Авраама однозначно были дела, но они были последствиями его веры, а не наоборот. Еще не устали? У меня еще две страницы. На эту тему, честно говоря, было еще больше страниц, но я так понял, что нельзя так долго. Я прошу прощения. Мы последнее время изучаем Ветхий Завет, и мы упираемся в ту же самую проблему. Мы из главы в главу читаем и видим то же самое, и постоянно говорим, что это происходит, да. Что народ Божий все время приходит к Богу и уходит от Бога. Все время возвращается к Богу и опять уходит от Бога. Ну, с одной стороны, это относится ко всем к нам. Как написано в притчах, ибо семь раз упадет праведник и встанет. Как написано в Пробербе, что праведливый человек может падать семь раз и встанет. Это натура человеческая, которая тянет нас к греху, а мы тянемся к Богу. И мы падаем, встаем. Это жизнь, да? А с другой стороны, мы видим, что мы не только видим, мы еще читаем, что закон не довел ничего до совершенства. Евреям, седьмая глава. Апостол пишет к евреям, да? Тот, кто написал, пишет к евреям про их закон. И объясняет, что закона недостаточно. Он говорит, закон ничего не довел до совершенства. Почему? Почему Бог не мог дать совершенный закон? Он дал совершенный закон. Но почему этот закон ничего не довел до совершенства? Мне пришло такое понимание, не знаю, правильно или нет. Потому что закон не воспитывал в них веру. Закон не воспитывал в них веру. Написано в той же главе к евреям семь. Ибо закон ничего не довел до совершенства. но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Именно вера. Им нужно было просто исполнять закон. Приносить жертвы, не делать зла ближнему своему, любить Бога, понимали ли они как это делать, я не знаю. Но лично Бога они не знали. Их вера не возрастала. Они жили в трепете и в страхе пред великим Богом. И пред законом. Потому что камнями побьют. или истребят твое имя и твою семью из народа. Но мы видим, как вера возрастала в тех, кто знал Бога лично. Кто общался с Богом. Кто имел с Ним какой-то контакт, личный контакт. Пророки, судьи, патриархи. Обычный народ просто жил изо дня в день, фокусируясь на своих делах. Как бы не согрешить. Как бы не нарушить закон. Нарушил, срочно нужно жертву принести, потому что иначе все. Поэтому постоянные падения. Постоянные падения это следствие отсутствия веры, ну или очень слабой, слабой веры. Даже когда Моисей выводил народ, он водил их по пустыне и говорил, это Бог твой. Это Бог твой, говорил народ. народу. Он пытался в них воспитать, что это их личный Бог. А народ говорил Моисею, скажи Богу твоему. У народа все время оставалось понятие, что это Бог Моисея. Они видели такие дела, которые совершил Бог, когда выводил их из Египта. Я не знаю, какая была бы у нас жизнь, если бы мы видели такие дела воочию, которые совершил Бог, когда выводил их из Египта. Все эти казни над Египтом. как он раскрыл Красное море, провел их по дну моря. Как он уничтожил потом армию фараона. Но как ни странно, это почему-то не сделало их верующими. Они через какое-то короткое время, когда началась проблема с их точки зрения, у них была проблема, Моисея нету. они делают статую золотого тельца и говорят, вот мой Бог. Они, можно сказать, не были верующими. Потому что когда-то у них начиналась проблема, они создавали себе другого Бога. Исход 32 глава. Он взял, говорится про построение этого тельца, он взял их из руки, это Аарон, и сделал из них литого тельца. И обделал его резцом. И сказали они, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Вот этот золотой телец вывел тебя из земли египетской. Моисей пытался донести, когда говорил закон, говорит, Бог твой тебе сказал, твой Бог. Он не мой Бог, он еще и твой Бог тоже. Но у них как будто они не видели Бога. На тот момент да, они видели. судьи. Но взять потом, когда были судьи, они как будто они не видели Бога, они не слышали Бога, у них не было личного контакта с Богом. Поэтому у них не было веры как таковой. У них оставался Бог Богом Авраама, Исаака и Якова. у них был Бог Моисея, был Бог Иисуса Навина, был Бог Гидеона. Невозможно исполнить закон без личной веры в Творца. Личной веры в Творца. Это будет Ветхий Завет. Если нет личной веры Творца, это будет закон, который ничего не довел до совершенства. Поэтому закон и приводит нас ко Христу. Галатам закон был дан для нас детоводителем ко Христу. Закон ничего не довел до совершенства. Он не довел человека до совершенства. Закон был дан человеку, но он не довел человека до совершенства, потому что закон не воспитывал в них веру. Закона недостаточно. нужна вера. Поэтому Бог не отменяет закон. Как таковой закон нужен, чтобы мы имели отличие добра и зла. Если не слово Божье, что нам отдаст понять о том, что есть добро, а что есть зло? Но закон не приводит нас к таковой живой вере и живым отношениям с Богом. Поэтому закон детоводитель, он детоводитель ко Христу. Он приводит нас ко Христу. Поэтому Бог закон не отменил, он просто сказал, что вам нужна вера, чтобы исполнить этот закон. Дал нам способность через веру исполнять закон. Потому что плоды живой веры будет исполнение закона. Ну и кто может сказать, что он праведник по закону? Никто не может сказать, что он праведник по закону. Никто сам по себе праведником не является. Никто. Исайя 64. Вся праведность наша как запачканная одежда. Каждый верующий нуждается во Христе. В праведности Христа. И это тоже что-то очень глубокое. Что это за праведность Христа? Филиппин 3. Апостол пишет, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона. Моя праведность от закона меня не спасает. Но с тою праведностью, которая через веру во Христа. Праведностью от Бога в поверье. Поверье не от дел закона. Наша праведность не от закона, а поверье в жертву Христа. И в благотворительной милости, которую мы имеем как дар от Бога. вера и и тому, что вера это основание жизни человека. Она как двигатель. Вера она как двигатель, она движет человека в определенном направлении. в сторону того, во что человек верит. Но смотрите, как интересно пишет апостол, Иоанн, во что написано мы поверили. Иоанн 4, 1 Иоанн 4. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. И уверовали в любовь. Именно уверовали. И теперь это вера моя. в любовь всемогущего, вездесущего Бога. Двигает меня именно в направлении к Нему. Но хочу обратить внимание очень важный концепт. Люди как существо эгоистичное, к сожалению, иногда неправильно понимают понятие Божьей любви. я думаю, я думаю, что можно увидеть абсолютную и безусловную любовь, как сказать, в абсолютном неправильном ракурсе. Объясню, что я хочу сказать. я объясню, я не знаю, видели ли вы когда-нибудь такое в жизни. Иногда смотришь сериалы, фильмы, и там такое есть. Богатые родители, олигархи, так сказать, да, и у них есть ребенок, скажем, мальчик, абсолютно разбалованный, потому что они его любят. Они его безусловно любят. И сделают для него абсолютно все. И он вырастает в молодого человека. И ведет себя абсолютно беспредельно. Они его все продолжают абсолютно безусловно его любить. Он совершает преступление. Они его отмазывают так. Ничего страшного, тебя суда не будет, власти тебя не тронут. И мы видим, как этот человек вырастает все хуже, 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 и приумножает свое зло. Любят ли родители своего сына безусловно? любят? Но это не Божья безусловная любовь. Если вы думаете, что Бог нас так безусловно любит, вы глубоко ошибаетесь. Божья любовь Агапы безусловная. Агапы безусловная. Но Он хочет видеть нас рядом с Ним. Он хочет видеть нас в любви. Он хочет видеть нас праведниками. И поэтому, если мы нарушаем закон, Он говорит, слушай, постой, ну, это неправильно. Любовь Божья безусловная, она тебя направит. Она тебя исправит, она тебя обличит, она тебя подкорректирует. Это совсем другая безусловная любовь, не человеческая безусловная. Вот если мы действительно поверили в такую любовь, безусловную Божью любовь, куда поведет нас такая вера. Она поведет нас в направлении к самому Богу. И эта вера будет возрастать. И у нее будут плоды. Галатам 5. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание будут плоды такой веры. Но таковых нет закона. И это плоды возрастания веры. Помните, что вера, она индивидуальна. У каждого своя. Основание одно, но у каждого своя. не нужно сравнивать себя с кем-то. Какая у него вера, да, у меня еще далеко, такая у него вера. А у него совсем младенец. Вера индивидуальна. Каждый растет со своей скоростью. вера. Каждый развивается со своей скоростью. Вера индивидуальна и основана на личном опыте. Каждого из нас. Да, у нас ситуации могут быть похожи, но опыт укрепления веры и возрастания веры настолько же индивидуален, насколько индивидуален каждый из нас. Нет двух одинаковых людей, не существует. сегодня Господь призывает каждого возрастать в вере. Верив в любовь Божью. Верив в Слово Божье. Верив в Бога и в вере Богу. И потому что это именно будет наш рост. И последствием роста веры будет рост познания Бога. Движение по направлению к Нему и по направлению за Ним.